Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня интересная, на мой взгляд, будет тема. Прошла новость именно сегодня, 16 апреля 2021 года, что Тима Белорусских, это певец, оказывается, я его не знаю, скажу честно. Так вот, новость дня по Беларуси, что прокурор попросил два года ограничения свободы для Тимы Белорусских. Ну, естественно, это псевдоним по наркотической статье. Я решила посмотреть, что же там у него такого интересного. Ну, вот я даю сейчас материал, можете смотреть заодно на его фотографии. Немножечко, а давайте рассмотрим, что это за человек. В 2018 году хиты «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Как говорят, пишут, вернее, звучали чуть ли не из каждого утюга. Мой утюг точно не пел эту песню, я не знаю его. Исполнитель Тима Белорусских – это молодой человек, 22 года ему. Даже пишут, что Иван Ургант приглашал его на свое шоу. Ну, что делать? Делал интервью с ним блогер-миллионник Татьяна Мингалимова. Тоже, к сожалению, не знаю, может, это и ничего интересный блогер. Ну, а в январе 2021 года появились другие новости. В Следственном комитете Республики Беларусь рассказали, что музыканта с наркотиками задержали в одном из игровых клубов. В пятницу 16 апреля, внимание, тысяч его фанатов приковано к суду Московского района города Минска. Тиму Белорусских судят по части первой статьи 328 УК РБ. Наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5. Хочется отметить, что сам прокурор просит для Тимы Белорусских ограничения свободы на 2 года, именно по наркотической статье. Что же это за парень? Ну, это понятно уже, что белорусский певец, автор песен. Родился он в Минске. Для тех, кому интересно, в 1998 году, 1 октября. Да, сыпьются молодые люди, к сожалению, не умеют сдерживать или же держать себя в неких допустимых рамках. Ну, в принципе, то же самое, что происходит и в России. Итак, дорогие мои, будет информация об этом молодом человеке. Самое интересное, что хочется сказать, то это, конечно, человек, который фатальный... То есть по судьбе у него идёт фатальность. Человек суеверный, апатичный. Судьба для него приготовила... Вернее, как бы сказать, в судьбе и жизнь его заканчивается не очень так хорошо. Говорят, рок, да, рок. Я потом, если не забуду, я вам объясню немножко более подробно. Вообще по жизни большие трудности. Результаты, которые он... Или усилия, которые он вкладывал или старался что-то делать, не оправдывают ожидания. И даже тяжело говорить. Видите, у меня какой-то, как всё равно, блокировочка какая-то стоит. Но зато, зато вот эти потери, фатальность, суеверие, апатия, рок, трудности, у него может произойти прозрение и некая духовность. Ну, некая духовность, всё зависит от того, какой он веры. Ну, я надеюсь, что православной. Что ещё о нём можно сказать? Самое главное, что ему надо было соблюдать, конечно же, это равновесие. Равновесие и равновесие. Потому что, то есть спокойствие и вообще вести себя, ну, скажу красиво, корректно. По жизни путешествия, что-то он коллекционирует. Неожиданное богатство у него уже есть. Я думаю, что ещё будет, дай бог. Очень много случайностей. И самое главное, что именно вот эти все случайности, неожиданное богатство, они дают дурную известность и несчастливую семейную жизнь. То есть, в общем-то, ничего хорошего. Это человек тонкой, очень чувствительной и, друзья мои, религиозной натуры. Настроен на самопожертвование. Ему будет даровано земное богатство по судьбе. Однако, только в середине своей жизни, в середине... Ребят, так сложно его делать. Даже вот если читать что-то, вы видите, что невозможно. Ой-ой-ой, как человек энергетический, у него идёт ломка. И у меня, если вы прислушаетесь, то у меня такое впечатление, что как зубы у меня сложно рот открывать. Я думаю, что он сидит в КПЗ, у него идёт ломка. И периодически ему одевают наручники. Он сейчас, вот в данный момент, я делаю он в наручниках. Опа, я обретаю энергию. Это хорошо. Конечно же, земное богатство ему будет даровано, но только в середине своей жизни. Он по-стоящему... Он вообще должен понять, как ни к чем на мирская роскошь и насколько бессильно она удовлетворит его дух, то есть томление его духа. То есть, возможно, отречение от всего того, ну, чем он занимался. Он выйдет через года два и совершенно должен преобразиться, он должен стать другим человеком. Вполне возможно, что он немножечко уединиться. Хотя человек универсальных способностей, одинокий человек по своей сути, обладающий странными взглядами, идеями. Я уже говорила, что у него универсальные способности. Немножечко отвлекусь. Очень часто, да что там часто, практически все наркоманы – это люди, которые одинокие по своей сути, то есть, которые уединяются. То есть, не хватает никакой энергии на то, чтобы где-то тусоваться, скажем, особенно с наркотиками, что... о чем мы сейчас говорим. Так, что еще? Человек очень умный, человек талантливый. С него получился бы хороший астролог. Есть дар ясновидения. Судьба дает и успех, и стабильность, и сознательную борьбу, сознательную борьбу с превратностями судьбы. Ну, и сознательное планирование жизни. Очень хорошая интуиция у него, кстати. И он способен регенерировать. Я бы сказала, что у него есть искусство возрождения. И выход из самых затруднительных ситуаций тоже судьба ему дает. Единственное, что здесь вот эта дурная слава, какие-то искушения, какие-то не совсем красивые слухи, разговоры. И самое, что мешает ему, вот говорят, низкая программа, то низкой программой здесь я могу сказать у него склонность к философии. Самоотречение это низкое. То есть он сам от себя может отрекаться. Это тот случай, когда, например, человек может сказать, я дурак, я несчастен. Ну, и, в общем-то, сам себя не любит, сам себя гнобит и уходит в себя. Так вот, это самая низкая программа, которая дает бездуховность. Это склонность к философии, то есть рассуждать, да, самоотречение, необщительность, пессимист, некий стремление к уединению. И матрица указывает на то, что, возможно, или же существует опасность удушения. Ребят, открылся, как говорят, третий глаз. Вообще, это человек, вот его, если когда я рассматриваю человека, когда многие знающие люди рассматривают или делают анализ любой личности, всегда есть тотемное животное. Так вот, у него тотемным животным или же символом является черная лохматая собака, живущая в воде. Собака-спасатель. Это хорошее такое, хорошее тотемное животное. Можно нарисовать такую собаку, можно попытаться найти и вешать где-то на стеночку, носить с собой. Кстати, это может быть, может быть собака, как же она называется, Ньюфаундлен, кажется так. Поэтому он раньше был вроде как бы другим, а сейчас порода, она немножечко, там мордочка должна быть заостренная, а у Ньюфаундлена она немножко тупая такая. Ну, там, ну, похож чем-то. Есть какие-то уши висячие, но не буду я уже описывать, каким должно быть тотемное животное. Человек большой общительностью, любит общество, но каждый раз появляясь в обществе или же окунаясь в это общество, он, знаете, чувствует некую подозрительность, он подозревает. В чем же он подозревает? Ну, Бог его знает. Кстати, человек верный в любви, умеет экономить, умеет воздерживаться. Это очень важно, потому что, коли здесь наркотики, то, конечно же, здесь надо смотреть, смотреть и смотреть. То есть, если есть сила воли, значит, человек будет воздерживаться. Что же касается любовных каких-то отношений, конечно же, одинокая неудавшаяся жизнь, ограничения, препятствия, болезни, и по жизни постоянно, по жизни постоянно это в обществе, то есть, ну вот мы с вами, общество, это некие плохие новости, то есть о нем плохо говорят. Что касается личности, его в отношениях, то здесь бездуховность, ну и, конечно же, это все завязано на имуществе, на деньгах и прежде всего на энергии. Энергии у него достаточно, но есть один большой минус, это некая туманность, это неумение работать с подсознанием, неумение блокировать те процессы, которые происходят. Еще раз повторюсь, такой человек, как Тима Белорусских, это талантливый мальчик, это человек, которому очень много давно как в положительном плане, так и в отрицательном. Скажу проще, за такого человека борются и низкие силы, ну, высокие, конечно, силы они поддерживают. Это можно, что хотите, то и называйте. Это может и Бог, это может ангелы, там еще какие-то силы. И вообще его воображение и разум, опыт и его интуиция, вообще, если брать весь внутренний мир Тимы Белорусских, то он пребывает в неком бесконечном противоборстве. Он поступает то нерешительно, то хладнокровно, до бесчувствия. То есть, понимаете, на что способен парень. Он все время находится в поиске чего-то настоящего. А вот это настоящее, оно от него как бы ускользает. Я думаю, что не все, но многие поймут, о чем я говорю. Еще есть указания на то, что крушение надежд, препятствия, и все это, я бы назвала так, это препятствия, чинимые, или же, которые с ним происходят, это по чьей-то злой воле. Споры, борьба может стать, может стать озлобленным до жестокости и страдать до самопожертвования. Очень большой интерес к оккультизму, дорогие мои. Вообще, по поводу оккультизма, по поводу этого всего, это очень сложный период сейчас для таких людей. Почему? Потому что приходится проходить проверку, чистку, и чистка происходит на таком энергетическом уровне. Во-первых, Вселенная дает людей, которые должны или же, а это люди, как правило, низких программ, чтобы вы понимали, и здесь идет борьба, выстоишь ты или не выстоишь. Если ты выстоишь, ты человек, живущий по высокой программе, значит, ты даешь некий урок тем людям, которые в этой программе на данном этапе участвуют. Вы уже, наверное, замечали, что у каждого из нас периодически появляются люди, которые всю жизнь, так и хочется сказать, валяются у нас под ногами, то есть, чинят препятствие такое же и у него. Надо это пережить, дорогие мои, надо это пережить. Человечек заканчивает второй 12-летний цикл, он закончится в 24 года, скорее всего, два года он будет сидеть, и после 24 лет у него пойдет взлет. Человека на сегодняшний день, а я говорю о теме белорусских, судьба, сила воли находится на одном и том же уровне. Он бессилен. И все то, чего он достиг, это было, знаете, как предначертано судьбой. Он мог лежать на диване и было бы то же самое. С 24 лет у него пойдет подъем, пойдет подъем очень сильный, не надо расстраиваться, не надо посыпать голову пеплом, но, дорогие мои, он достигнет пика где-то к годам 36. Его уединение, его некая отрешенность, я не знаю, будет ли он певцом, я это уже смотреть не буду, если вам интересно, напишите, я посмотрю. Но именно с 24 лет к 36 годам он достигнет некого пика, некого триумфа. Человек очень амбициозный, человек – это лидер, он очень много знает, он очень много хочет, он везде кругом хочет успеть. Что касается высоких, низких программ духовности, творчества, вообще каких-то профессиональных, вот я говорила нет, а сейчас вот даю, он полностью свободен, он может все, кем хочет, тем может и быть. Талант, немеренный, немеренный талант, даже он где-то распыляется, связь с космосом просто огромная, поддержка судьбы, я уже говорила, есть. Что касается знания законов, соблюдения законов, то он от них свободен. И именно благодаря этому он, конечно же, будет периодически попадать в такие передряги. Дай бог, чтобы вот эта ситуация с наркотиками отработала или же разрубила, развязала вот эти кармические узлы. Он свободен и, как вам сказать, он знает, как жить на земле, он знает, как зарабатывать на земле, он всё это знает. Он слишком много знает. Но вот это зацикливание на одном каком-то, ну вот, например, проекте, да, вот как он музыкант, значит всё. Это, конечно же, и привело к некой нереализованности. Ему очень-очень много дано. К 36 годам он добивается пика, то есть он будет греметь. энергия, карьера, здоровье, всё будет на самом высоком уровне. Ну, это может быть тот пик, который может достичь или достиг, достиг, например, любой певец из шоу-бизнеса той же России, да, кто у нас там может быть, поп-король, да. после 36 лет, вот, знаете, вот 36 лет стукнет, как говорят, да, в простонародье и пойдёт спад, но этот спад будет очень маленький, он за 12 лет немножечко, ну, чуть-чуть, как бы, упадёт. Это к 48, он будет некая стабильность до 60 лет. И судьба его будет, конечно же, поддерживать, а вот с 60 лет судьба резко даст крен, то есть судьба решит всё, хватит. Такая ситуация у него была до 12 лет, ну, я могу сказать, что родился он слабеньким, болезненным, и только благодаря силе воли, то есть маленький ребёнок, когда рождается, у него уже есть своя сила воли, и если с ним пообщаться, это тима белорусских я даю, то он до 12 лет, он точно скажет, что было сложно, то есть тяжело было, но некие силы постоянно были с ним рядом, и он их видеть не видел, но ощущал кожей в подсознании, и он с ними конечно же общался, будут они конечно же поддерживать, у него хороший ангел-хранитель, единственное, что надо будет, это будет после 60 лет уже проявлять некую силу, именно только благодаря силе воли, потому что судьба после 60 лет, к 72 годам, ну она должна резко скажем так сдать, ну как сдать, говорят, как человек постарел, да, о чем хочу еще сказать, что это тот период, когда энергии будет достаточно, но судьба уже поддерживать не будет, очень часто на этом промежутке, это где-то 61 до 63, вот так велика вероятность уйти из жизни, все будет зависеть от него, здесь вообще надо смотреть все отдельно, друзья, это был краткий анализ личности Тимы Белорусских, артиста, певца, которого правоохранительные органы задержали за наркотики в каком-то игровом клубе, обращаю ваше внимание, что вы можете заказать у меня, получить от меня анализ матрицы на себя, на ребенка, на мужа, поверьте, это здорово, это здорово знать о себе, знать на что ты способен, что заложено, какие программы могут преобладать и вообще какие кармические узлы, есть ли поддержка родственников, ну и другие какие-то скрытые стороны жизни, это некий внутренний мир, на что способен человек. С вами была я, Зоя Климюк, берегите себя, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok